Приветствую всех зрителей канала Фарнаксилм. Сегодня у нас быстрая и очень интересная тема. Основание для банной печи. Что же делать? Полноценный фундамент, либо же можно обойтись другими средствами. Помогать нам будет сегодня в обсуждении этой темы Алексея Радченко, которого вы все уже прекрасно знаете. Кстати, именно ролик, в котором Алексей рассказывал, как у его родственников на даче установлена отопительная печь, и послужил, наверное, основой для нашего сегодняшнего ролика. Там вообще изначально идет фундамент, глубоко под полом. Изначально думали делать кирпичную печку, столкнулись с кучей проблем с этой печкой и решили не делать. Накрыли пол и сверху положили лист металла. Да, потому что в комментариях к этому ролику человек задал вопрос, а почему у вас просто лист металла лежит на полу, под ним просто доски? Так вот, это не доски, а полноценный фундамент. Да. Но так ли нужен фундамент для печи? Давай вот про банные печи поговорим. Банная печь на самом деле греет основание под собой гораздо сильнее, чем любая отопительная, потому как температура горения очень высокая, печь разогревается до красна по бокам, до самого низа. Из-за этого фонит она инфокрасна вниз очень сильно. Та же самая гоня батарея вниз. Можно топить хоть сколько, мы проверяли, пол холодный. Здесь проводили некоторые компании опыты, ставили печи, топили. И на протяжении, грубо говоря, часа просто на улице подкидывали дрова. Бруски транспортировочные, которые находятся под печью, начинали дымиться. В частности, у некоторых печи тонкостенные особенно. То есть там температура была явно выше 200 градусов? В связи с этим основание под печкой должно быть обязательно противопожарным. Это могут быть разные материалы, то есть что за печь вы будете монтировать и какой у вас в принципе пол. Если вы можете изначально на этапе строительства заложить под печь фундамент, это будет надежнее, долговечнее, потому как неизвестно, что у вас будет дальше. Заходите ли вы поставить другую печь, сетку каменку, она будет гораздо тяжелее. Если это дачный вариант, печка легкая, каменка у нее небольшая, бак на трубе, печь в общей массе до 150 кг выдержит абсолютно любой пол. Там фундамент просто не необходим, не нужен. Соответственно, грубо говоря, можно обойтись другими способами. Либо это будет кирпич, как минимум, что по заводу-изготовителю полагается, толщина не менее 5 см утепления. И в порядке кирпича там еще кладется лист металла? Не обязательно, там уже дальше на самом деле зависит больше от внешнего вида. То есть, конечно, желательно поверх кирпича что-либо сделать, больше это для удобства для уборки, потому что спички сыплется, бывает и окалено, бывает листва, пыль и тому подобное. Из кирпича это выметать не очень комфортно. Либо это будет лист металла, либо это плитка керамическая, то есть это уже на усмотрение. Можно положить тротуарную плитку, допустим, на какое-то твердое, опять же, основание. Есть готовые изделия. В любом случае, у этих изделий, будь то промышленно произведенный напольный экран, который защищает от теплового излучения, либо же это кирпичная стяжка, либо же это какие-то другие вещи, они призваны защитить деревянное основание, деревянный пол, который находится под печью. Потому что защищать это нужно, и защита требуется довольно серьезная, потому что температура, даже непосредственно в парной, температура обычно бывает там около 100 градусов. Чего говорить о том, что... Пол может нагреться спокойно до 50, мне кажется, спокойно до 60 даже, смотря как сделана, конечно, вентиляция, приточка, охлаждение, такие моменты. Но нагревается древесина сильно, тем более, конечно, от излучения в основном нагрев идет сильный. Так что просто обычного листа металла, либо даже слоя базальтового картона, а сверху прикрытого листом металла, этого недостаточно. То есть нужно обеспечить максимальную защиту, которую бы обеспечила стяжка толщиной в пол кирпича. Да. Как вариант, это напольный экран. Да, потому как есть ряд проблем. Если сделать стяжку с кирпича на голые доски, при эксплуатации, при набухании досок, при том, как будете по ним ходить, они начинают играть, и кладка может начать разрушаться. Чтобы она не разрушалась, нужно под нее делать плотное основание. Сделать плотное основание, скрутить, потом положить на раствор кирпич, и сделать это красиво, плюс сверху облагородить. Это время и затраты, которые, по сути, можно и без этого обойтись вполне спокойно. Прибытая, экран готовый, напольный. Леш, на что еще обратить внимание при подготовке основания для баны печи? То есть, допустим, выбрали экран, либо выбрали кирпичную стяжку. Что? А, ну, в размерах? Размер, да. Надо соблюсти размер, который указывается в паспорте, в первую очередь. В паспорте каждого изделия есть этот размер. Если нет, то ориентировочно порядка 30-38 см по периметру печи нужно делать эту, так называемую, отмостку тепловую. Ну, запас, да. То есть, как бы, печь не должна стоять, грубо говоря, на краю защитного вот этого постамента своего. Печь греет не только вертикально вниз, она греет и в стороны, поэтому надо все защищать. Вот так, друзья. Обязательно перед установкой, и даже лучше, перед покупкой печи, читайте паспорт к изделию. Там указаны все пожаробезопасные расстояния, необходимые материалы для того, чтобы изготовить пожаробезопасную основу для банной печи. Да, можно воспользоваться и промышленными решениями, выбор остается за вами, но помните, что безопасность превыше всего. Ждем вас в магазинах Форнакс. Заходите на сайт форнакс.ру, заходите к нам в социальные сети, задавайте ваши вопросы. Ждем вас в гости. До новых встреч. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok